Высокое давление. Артериальное высокое давление. Все пугаются этого и думают, что будет сейчас инсульт, инфаркт, и начинают быстро пить таблетку. Это опасная штука. Ни в коем случае нельзя резко снижать давление. Но зная наши диафрагмальные практики, работу с мембранами, с голенью, с фасциями, с диафрагмами всего тела, давление снижается через 15-30 минут и приходит в норму. Поэтому основное место, где мы можем помочь для снижения давления, это, конечно, икроножная мышца, которая является сердцем в организме. И когда мы туда прикладываем что-то теплое, горячее, расширяются сосуды, улучшается кровоснабжение. А ведь когда скачок давления, это защитная функция организма. Нужно кислородом напитать головной мозг. Да, дать кровообращение. А произошел спазм, страх, стресс. Вот что способствует скачку высокого давления. Все, что будет приводить к расширению сосудов, будет снижать артериальное давление. В народной медицине давно уже знают и применяют такую технику, как постановка, например, горчичников на какие-то мышечные массивы. Ну, например, на икры ставят горчичники, разогревают. На ягодички ставят горчичники, разогревают. Можно посидеть по пояс в горячей ванне, разогреть нижнюю часть тела. Соответственно, расширятся сосуды и упадет, понизится давление. А я предлагаю гораздо более простой способ, которым вы можете пользоваться везде, в любом месте, хоть в трамвае, хоть на работе. Нужно с собой иметь простой, обыкновенный, прозрачный полиэтиленовый пакетик. Что нужно делать? Берете этот пакетик, делаете глубокий вдох и надеваете пакетик на рот и на нос. И выдох делаете в пакет. И дальше, не снимая пакет, дышите в пакет и из пакета. До тех пор, пока вам хватит кислорода в этом пакете, чтобы дышать. Как вы чувствуете, что все, кислорода не хватает, задыхаетесь, снимаете пакет, отдышались. Вот, все нормально. И еще раз. Вдох и надели пакет, выдох в пакет и опять дышите в пакет из пакета. Вот 2-3 раза вот так делаете, это буквально займет у вас 2-3-4, ну максимум 5 минут. И за это время давление у вас упадет. Почему? А потому что, когда мы дышим в пакет из пакета, мы дышим смесью, которая насыщена углекислым газом. А у нас существует такая система. Чем больше кислорода во вдыхаемой смеси, кислород вызывает спазм сосудов, то есть сужение, соответственно, повышение артериального давления. А углекислый газ, наоборот, вызывает расширение сосудов. И когда мы дышим вот этой смесью, насыщенной углекислым газом, мы вызываем расширение наших сосудов. И, соответственно, падение артериального давления. Простейший прием, казалось бы. Но это настолько дает ошеломляющий эффект при давлении. Всего лишь 5 минут в день. А эффект накапливается колоссально. И в моменте дает вам этот эффект. Прямо сразу после выполнения. Безопасный прием самомассажа я вам сейчас покажу. Берете себе и разминаете. Вот здесь вот. Трапециевидные мышцы. Сильно разминать. Не бойтесь. От сильного разминания этих мышц у вас уже начнет падать давление. Ну вот сколько есть там минуту, другую. Будет приятное ощущение даже. Потому что, как правило, у гипертоников шея зажата. И из-за этого нарушен кровоток мозга. И вот тут у вас начинает он тут же расти, этот кровоток. Руку заводите назад. И боковую поверхность, то есть снаружи, к центру, к позвоночнику, вот. Разминаете. Сильно проводите рукой, чтобы до красна, до красна, чтобы размять шею и дать дорогу крови к мозгу. Чтобы насытился мозг кислородом. И у вас упало давление от этого. Бояться не нужно. Нужно делать. И все тогда у вас будет хорошо. Это я вам обещаю. Наше давление регулируется в организме для чего? Для того, чтобы вы, А, первое, могли испытывать повышенные физические нагрузки. Вы должны знать, что у человека при средней физической нагрузке, у нормального человека, возникает давление, в пределах до 180-200 поднимается давление. И эту нагрузку он может держать довольно долго. Час, например, и так далее. И это будет нормально. Потому что если оно не поднимется до таких цифр, то организм не сможет обеспечить себя кислородом. Поэтому начинает сердце сильнее сокращаться. Сосуды активнее сокращаются. Дышите активнее вы. И у вас поднимается в этот момент давление. И скорость сердечного сокращения увеличивается. И это нормально. Когда в покое оно поднимается, это ненормально. Но при этом вы должны понимать, чтобы вы не боялись высокого давления, что в пиковые нагрузки у человека поднимается давление и выше 200. И ничего, сосуды с этим справляются. Поэтому в сосудах ваши от давления не лопнут. Бояться этого сильно не надо. Бывают аневризмы на сосудах. Это такие, как грыжи. Но это встречается крайне редко. И инсульты на этом фоне происходят крайне редко. При физической нагрузке давление у вас повышается. Это однозначно. Если бы этого не повышалось давление, вы бы не смогли выполнять физическую нагрузку. Вы просто упали бы в обморок от недостатка кислорода. Дальше, для чего оно у вас может очень быстро регулироваться, это когда вы резко изменяете положение тела в пространстве. Такое есть явление, как ортостатический коллапс. Когда вы лежали резко встали. И когда сосудистая система недостаточно тренирована, у человека детренирована, может даже он упасть в обморок. Потому что вовремя, когда вы лежите, нужно низкое давление. А когда встаете резко, нужно сразу высокое давление. То есть нужно его поднять резко в системе. Если сердце, сосуды с этим не справились, упадете в обморок от недостатка кислорода. Потом очнетесь. И вот у гипертоника, как ни странно, вот этот ортостатический рефлекс может быть использован для быстрого снижения давления. И называется это ортостатический прием. В течение 2-5 минут, не спеша, что вы делаете, если у вас повышено давление? Легли на кровать, потом быстро встали. Не то, что вскочили, просто встали так достаточно активно. Встали, постояли, секунд 5 опять легли. Секунд 5 полежали, опять встали. Крис сбивает вот этот ортостатический прием. Вы ложитесь 5 секунд, встали 5 секунд, при этом дышите ровно, не задерживайте дыхание. Ложитесь 5 секунд, встали. И так в течение 2-5 минут. И у вас сосудистая система вынуждена будет переключаться, под это адаптироваться. Гипертонический кризис – это спазм. Сосудов спазм, по сути, сердце, оно качает, как бы заклинило. У регулятора, который в мозгах регулирует эту деятельность, называется центр сосудистой регуляции, его надо вывести из этого. И вот этот ортостатический прием, когда вы делаете, вы из этой ситуации в 90 с лишним процентах случаев выйдете, и кризис у вас уйдет прямо чисто за счет физиологических механизмов. Для снижения давления утреннего, для снижения криза гипертонического, для выхода из криза. И пока к вам доедет скорая, вы уже будете с нормальным давлением. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok